Екатеринбург В итоге правоохранителям пришлось применить табельное оружие и застрелить животное. Как выяснилось, впоследствии владелец терьера был мертвецки пьян и просто уснул. Пострадавшие от укусов собаки и ее хозяин были доставлены в больницу. В отношении хозяина собаки заведено административное дело за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Бразильский город Рибирайн-Приту. Собака падает с девятого этажа. Но прохожему удается поймать падающего пса и смягчить падение животного своими руками. Животное тут же вскочило на свои четыре лапы и унеслось прочь. А сам спаситель, упавший на землю, который впоследствии сообщил, что стоять на ногах при ловле собаки, несущейся со скоростью пули, практически невозможно. В результате происшествия никто не пострадал. Собака в настоящее время жива и полностью здорова. Здоров ее спаситель, не получивший ни одного синяка. Кемерово. В автомобиле никто не пострадал. Забайкалье. Счастливый обладатель автомобиля ВАЗ-2014 едва не отправился в иной мир, спасая свой драгоценный автомобиль. Упавший в реку, мужчина героически пытался вытащить машину на берег, но, к сожалению, ему не удалось. В итоге капитану затонувшего сухопутного судна пришлось покинуть свою ласточку и плыть к спасительной суше. Пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте. Он дошел до середины дороги, после чего заметил, что автор видео притормозил, чтобы пропустить его, и, ускорившись, решил одним рывком добежать до тротуара. Водитель легковушки, двигавшийся в соседней полосе, не заметил маневра юноши и сбил его, как только он выбежал в полосу его движения. От удара пешеход взлетел в воздух, а затем рухнул перед капотом авто. Какие травмы получил пешеход, не сообщается. А сейчас Андрей Картавцев на нашей волне. Доброе воскресное утро всем, кто нас слышит. Наш партнер – автоматическая база данных, а ваге – попутный транспорт. До города подбросишь. Поехали. Я смотрю, ты музыкант. Есть такое. Я уже сутки за рулем. Сыграй что-нибудь, пожалуйста. Да не вопрос. И вы не только заработаете или найдете транспорт для своих целей, но и автоматически поддержите наш Иванский канал «Дорожные войны 2». Остались вопросы, вы можете задать их лично, написав на контакты канала или мне. Ссылка на сайт АБД «Попутный транспорт» также есть в описании под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!